Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачаева-Черкесия. Сегодня выпуски. В эти дни активно идут ремонтные работы Дома Культура поселка Мичуринский. Что еще делается для улучшения жизни людей в репортаже Вестей? В Карачаево-Черкесии продолжается реализация программы «Земский доктор». 13 врачей различных специальностей приступили к работе в семи районах. Как идет капитальный ремонт и строительство образовательных учреждений в Черкесии? Сегодня депутаты вместе с Вестями осмотрели объекты. Турнир под Хэквондо собрал в Карачаево-Черкесии представители более чем трех десятков регионов. Как проходят соревнования? Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов выразил слова соболезнований и поддержки семьям погибших и пострадавших в атаке со стороны ВСУ на районы Курской области. Непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Карачаева-Черкесия всегда готова оказать необходимую помощь Курской области. Единство и сплоченность народов России – наша нерушимая сила, которая всегда будет противостоять любому врагу. Победа будет за нами, отметил глава региона. В поселках Ударный и Мичуринский при Кубанского района в рамках нацпроекта «Культура» и региональной программы «Культурная среда» идет капитальный ремонт ДК. На какой стадии работы в поселке, носящем имя советского селекционера Ивана Мичурина, расскажет Алла Динаева. В 2000 году СПК Мичуринский нам передали безвозмездное это здание. Мы произвели ремонт, своими средствами, косметический ремонт, без замены окон, без полов. Состояние, конечно, было ужасное. А в конце июня этого года начали капитальный ремонт Дома культуры поселка Мичуринский и уже перекрыли кровлю здания. Установили стеклопакеты, заменили электропроводку и провели часть отделочных работ в помещениях ДК. Будет фасад отремонтирован и внутри будет везде установлена плитка, отопление новое, душевые кабинки, будет установлена сцена, будет специальная танцевальная комната для детей, чтобы дети занимались, усовершенствовали свои навыки. И все эти работы строители планируют завершить к первому сентября. Добросовестно, учитывая все наши пожелания, трудятся они, говорит глава поселения. По благоустройству работы будут продолжены. Дорога, которая связывает центральную улицу ДК Мичуринский протяженностью 140 метров, шириной 6 метров, будет асфальтирована. Будет еще установлена детская площадка для детей. А на днях завершили капитальный ремонт центральной улицы поселка Мичуринский протяженностью 800 метров. Заасфальтировали центральную дорогу. Как начиналась эта история? История начиналась с посещения администрации Прикубанского района. Был на приеме у главы Карачаева-Черкесии Рашида Борисовича Темрезова. Так как он мне обещал сделать дорогу центральную нашу, которая соединяет школу, несколько соцобъектов, школу, администрацию и наш клуб. В общем, он мне пообещал. И в итоге у нас есть дорога. И очень хорошая. И не только дорога, а необходимости уличного освещения в поселке и детской площадке. Говорил на приеме главы республики житель Аслан Байрамуков. И на днях в поселке Мичуринский по поручению Рашида Темрезова начнут работы по проведению отдельной электролинии для уличного освещения. Скоро появится и детская площадка. Как здесь вам живется? Хорошо. Дорогу нам построили, дорогу сделали за 10 дней, Аламат. Все хорошо. А юные жители поселка Мичуринский Амира и Марат охотно делятся своим мнением с нашей съемочной группой. Песок покрыли. Потом тут асфальт сделали. Потом все засохло. Вот теперь такая дорога. На велике катаешься здесь? Я да. А раньше кататься на велике здесь? Ну, немного трудновато было. А сейчас? Нормально. А не страшно машины тут? Нет? Мне нет. А еще в этом году в поселке полностью заменили водопровод протяженностью 14 километров. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Крачево-Черкесия, поселок Мичуринский. В этом году в 7 районов Крачево-Черкесии привлечены 13 врачей различных специальностей. Они уже заступили на пост и получили все положенные им выплаты. Об этом сообщил глава региона Рашид Тимрезов. Президент России Владимир Путин всегда говорит о важности развития медицины на селе и привлечения узких специалистов. Как раз одно из приоритетных направлений, благодаря которому медицинская помощь становится доступнее для жителей отдаленных населенных пунктов республики. С этой целью и действует федеральная программа «Земский доктор», которая соответствует целям нацпроекта здравоохранения и разработана по поручению президента России Владимира Путина. В дополнение к федеральной единой выплате предусмотрено и региональное – 100 тысяч рублей. Всего в 2024 году планируется привлечь 19 высококвалифицированных медиков. Власти республики продолжат пополнять кадрами сельские медучреждения. Так, за период с 2018 по 2023 год для работы в сельских населенных пунктах и малых городах по программе «Земский доктор» в Карачаево-Черкесии были привлечены более 160 врачей. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, после продолжим. В Карачаево-Черкесии ночью местами кратковременные дожди, гроза. В первой половине ночи в отдельных районах ливни в сочетании с грозой, градом и ветром 20-25 метров в секунду. Днём преимущественно без осадков. Ветер западной четверти – 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18. В горах местами плюс 6, плюс 11. Днём плюс 25, плюс 30. В горах местами плюс 16, плюс 21 градусов. В южных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесии ночью кратковременные дожди, гроза. Днём без существенных осадков. Ветер западной четверти – 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16. Днём плюс 28, плюс 30 градусов. У ФСБ России по Карачево-Черкесии в рамках реализации национального проекта развития здравоохранения выявлена и пресечена преступная деятельность трёх жителей региона. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемыми по делу проходят два представителя Республиканского учреждения капитального строительства 36 и 37 лет, а также 42-летний, жив бывший руководитель частной организации, местонахождение которого устанавливается. По предварительным данным, в 2018 году предприниматель заключил госконтракт, согласно которому он должен был поставить медицинскую мебель и радиоэлектронную продукцию для оснащения новой поликлиники в Черкесске. Однако условия договора бизнесмен не исполнил. Несмотря на это, должностные лица подписали товарные накладные якобы о поставке товаров. В связи с чем насчёт фирмы из бюджета Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачева-Черкесии было перечислено около 21 миллиона рублей. Впоследствии сообщники поделили незаконно полученные денежные средства между собой и потратили по личному усмотрению. Расследование уголовного дела продолжается. Мониторинговая группа во главе с сенатором Российской Федерации Крымом Казаноковым сегодня посетили несколько образовательных учреждений, чтобы проверить реализацию программы капитального ремонта и строительства школ. На каком этапе находится стройка и какой объём работы уже выполнен, подробнее расскажет Майя Хамдохова. Ещё немного, и школьные летние каникулы останутся позади. Но лучшее, что могло оставить лето для обучающихся в образовательных учреждениях, это капитальный ремонт школ и строительство дополнительных корпусов. Масштабные ремонтные работы ведутся в нескольких школьных учреждениях Черкеска. Проверить качество выполняемых работ в двух образовательных организациях, а именно в гимназии номер 5 и 17, в рамках мониторинга объектов присоединилась группа, в составе которой сенатор Российской Федерации Крым Казаноков, депутаты парламента Карачаева-Черкесии, представители профильных министерств, педагоги и родительский актив школы. Очень приятно, что в новых реализациях этого проекта уже учитывается и оснащение кухонной зоны, столовок, оснащение кабинетов, новое оборудование. Мы видим, что и коллектив школ очень рад тому, что этот объем работ уже ведется с учетом всех вот этих нововведений. Самый главный минус – это, конечно, те неудобства, которые испытывают ученики, когда их переселяют по разным школам. Здесь хотелось бы обратиться к родителям, попросить чуть набраться терпения, потому что без этого никак невозможно. По объектам выполненных работ в пятой гимназии, где число обучающихся составляет до 200 тысяч учеников, штукатурная отделка и электрика выполнена более чем на 80%, говорит главный инженер по капитальному ремонту Рустам Шау. Кровельные работы закончены, вода уже идет, осталось запустить отопление до наступления холодов. В 17-й гимназии полным ходом идет строительство дополнительного корпуса. По показателям подрядчиков, в это здание планируется заселить более 600 учеников, что позволит сократить количество детей, которые сейчас обучаются во вторую смену. Там же планируется поменять крышу и почти все окна, так как помещение находилось в плохом состоянии очень долгое время. Два корпуса уже крышей висит, лежит. На двух корпусах сделана электрика, уже сегодня приступают к штукатурке. Участники партийного контроля в ходе проверки отметили, что капремонт идет с небольшим опережением графика, что гарантирует срок сдачи объекта в установленную дату. Всего в рамках капитального ремонта отремонтировано 47 школ. Осталось 14 образовательных организаций, 6 из которых планируется сдать до конца года. Ну а главный вопрос, который волнует родителей, это школьное питание. В ходе мониторинга проанализированы организации и охват организованным горячим питанием всех категорий детей. По словам сенатора Крыма Казанокова, все неудобства в связи с переездами в другие школы во время учебы детей учитываются. Майя Хамдохова, Михак Аракелян, Вести, Карачаево, Черкесия. Карачаево-Черкесия не первый раз принимает у себя крупный спортивный турнир. В спорткомплексе «Юбилейном» представители более чем трех десятков регионов приняли участие во всероссийском отборочном соревновании по тхэквондо. За перипетиями борьбы наблюдал корреспондент Артур Мхце. 328 человек из 34 регионов стали участниками всероссийского турнира по тхэквондо, который прошел в стенах спорткомплекса «Юбилейный». Состязания в Черкесске являются отборочными на чемпионат, который пройдет в конце этого года. В числе почетных гостей – президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов, начальники региональных федераций по этому виду спорта, представители спортивных ведомств. Эти соревнования проходят уже традиционно. И также по традиции на данные соревнования приезжает достаточно большое количество спортсменов, которые уже имеют статус победителей и первенств чемпионатов Российской Федерации, победителей и призеры первенств международных соревнований Европы, спортсмены, которые являются членами сборной команды Российской Федерации. Хозяева турнира на кубок руководителя Всероссийского союза тхэквондо не без основания рассчитывали на успех в отдельных весовых категориях, поскольку имеют в составе сборной несколько победителей и призеров крупных соревнований. Среди них медалист прошлогоднего чемпионата Амина Хутова, рассказавшая о том, почему выбрала именно эту дисциплину. «Моя одноклассница тренировалась, занималась тхэквондо, мне так стало завидно по-хорошему, и я тоже решила прийти. Мне очень понравилось. С первой тренировки я вот решила, что я хочу этим заниматься. Вот уже 9 лет тренируюсь, мне очень нравится». «Здесь каждый хочет завоевать дополнительную путёвку и поучаствовать в конкурентной борьбе. Поэтому соответствующая подготовка у нас идёт к нашему турниру, к домашнему. Что касается нашей сборной, у нас в принципе то, что мы планируем, запланировали на этот турнир, немножко отклонения, недобор пару человек». Соревнования прошли в напряжённой и бескомпромиссной борьбе. В большинстве поединков победителя удавалось определять по последнему активному действию. В некоторых случаях судьям приходилось прибегать к помощи видеоповторов. В перерывах между состязаниями проходили церемонии награждения. Самыми счастливыми в такие моменты были, разумеется, золотые медалисты, которые вместе со статусом победителя получали путёвку на главный турнир – ноябрьский чемпионат России по тхэквондо. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Испытания» новой серии. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!